1937 год на трибуне товарищ сталин кажется в его речи нет ничего особенного оратор часто сбивается заглядывает в текст говорит с сильным акцентом но слушатели этого будто не замечают каждую фразу отца народов публика слушает затаив дыхание и встречает шквалом оваций у нас не принято отказе от ответственность я ее принимаю впоследствии исследователи подробно изучали выступление сталина историк леонид баткин выделяет бесконечные повторы и переворачивание одного и того же бедность синтаксиса и словаря израильский ученый михаил вайскопф утверждает аргументация сталина строится на эффекте одуряющего вдалбливания исследователи единодушны речи этого политика мягко говоря далеки от идеала но никто из них не ставит под сомнение другой факт эффект его выступлений потрясающе силен так в чем же секрет сталин понимаете конечно это я соглашаюсь с мудрыми людьми которые говорят о том что это фигура который нам не дано разгадать это конечно фигура очень такая таинственная что же такого особенного говорил и делал этот человек и почему это заставляло тысячи других людей отдавать свои жизни даже не задумываясь да существует методики управление массовым сознанием методики массового гипноза существуют методики неких ритуалов когда определенную группу людей можно сконцентрировать на что-то внушить им что известно что троцкий называл сталина посредственностью но если это так то почему сын бедного сапожника грузин из маленького горного селения смог стать главой огромной державы и правил железной рукой почти 30 лет и кто или что помогли ему взойти на вершину молодая грузинская пара пришла в храм мужчина и женщина склонились на коленях у иконы святого георгия они уже дважды теряли сыновей сразу после рождения и теперь молились дать им еще одно дитя если он выживет шептал в молитве мужчина я совершу паломничество на святую гору горит жвари я отдам его в священники обещала женщина вскоре в небольшом горном селении горе у сапожника бессо джугашвили и его жены кеке родился мальчик это произошло 18 декабря 1878 года родители боялись что ребенок долго не проживет чтобы малыш не умер некрещенным его отнесли в церковь мальчику дали имя иосиф сусо ребенок выжил с его появлением на свет связана тайна которая и сегодня не дает покоя исследователям здравствуйте девочки сегодня у нас большой и радостный день поздравляю вас со днем 70-летия дорогого товарища сталина 21 декабря в годы правления сталина смысл этой даты знал едва ли не каждый гражданин страны советов конечно же день рождения отца народов но как ни парадоксально сегодня у историков нет единого мнения когда на самом деле родился сталин всегда была путаница с днем рождения скажем даже с года была путаница известный астролог павел глоба решил исследовать этот вопрос и выяснил удивительные факты глоба нашел свидетельство того что широко растиражированная дата рождения иосифа сталина фальсификация сохранились церковные документы метрические книги успенского собора в горе где стоит другая дата 21 декабря 1879 года это вовсе не день рождения стали известно по архивам горе где он родился в грузии что он родился на год и на три дня раньше то есть 18 декабря 1878 года и это известно доподлинно ну кто и с какой целью изменил эту дату у павла глоба есть сенсационная теория и причины надо искать в детских годах иосифа джугашвили кеке джугашвили мать сосо в родном горе была одной из самых красивых женщин но вот с мужем ей не повезло мать у него была очень добрая и очень красивая интересная женщина отец сталина был сильно ревнивым он даже своего сына ревновал к его матери среди односельчан ходили слухи о том что бессо джугашвили вовсе не отец иосифа внук сталина александр бурдонский по сей день вынужден отвечать на откровенные вопросы о происхождении своего знаменитого деда одно время американцы этим очень увлекались у меня донимали с этими проблемами что сталин там сын проживальского портретное сходство взрослого сталина с исследователем центральной азии николаем проживальским действительно угадывается к тому же путешественник однажды на самом деле проезжал через горе правда по датам практически ничего не сходится об этом говорят современные исследователи но о чем думал бессо ведь он сделал невыносимой жизнь жены и сына отец сталина мучил и подозрение в тупо том что его сын может быть не его родным сыном действительно жестоко его избил даже бросил на пол так что отбил на какое-то время ребенка почки мать надеялась дать сыну хорошее образование стремление любой ценой выбиться в люди женщина внушила и маленькому соса кеке по-русски это имя звучит как екатерина боготворила мальчика настолько что вскоре он сам поверил в свою уникальность однажды екатерина взяла его на свадьбу соседнюю деревню и маленькому сосу так понравился понравилась фата невеста что он взял и сорвал переполох начался скаль ничего себе что же этот ребенок делает кем он станет если он сейчас уже срывает фату с невесты а иосиф посмотрел в сторону задавшего этот вопрос и скажу я царем буду так потом екатерина говорила что вы моего мальчика не ругайте он будет царем кеке твердо намеревалась отдать сына в священники в июле 1894 года юный джугашвили поступил в тифлисскую духовную семинарию насколько определяющим стал этот эпизод в его жизни немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами если что же если немцы хотят иметь истребительную войну они ее получат бог помогает большевикам в годы великой отечественной от вождя часто слышали эту фразу ничего не значащая присказка или сталин все-таки был верующим человеком хотя и не показывал этого владимир аллилуев двоюродный брат моего отца и светланы он был допущен в архивы и вот он выкопал такую вещь что незадолго до смерти стали при исповедении по моему это где-то какой-то священник из пюхтинских краев вот и которого при хрущеве очень сильно трясли и что тайны исповеди у него то что сталин знал о религии больше чем почти все остальные советские руководители сомнению не подлежит все-таки в семинарии он был одним из лучших учеников но в историю лидер советского государства вошел как едва ли не самый жестокий преследователь священнослужителей именно при нем 15 мая 1932 года была объявлена компания официальной целью которой провозглашалось полное искоренение религии всего за пять лет что же превратила подававшего надежды священника в непримиримого противника церкви неужели учеба в семинарии каша из людей так писали современники о тифлисе конца девятнадцатого века город переполнены роскошью и одновременно захлебывающийся в нищете учеба в семинарии давала сиосифу джугашвили легко но только поначалу суровый быт заведения нескончаемые нудные молебны жестокость учителей надзирателей все это больше было похоже на тюрьму он был очень смышленным отвечая на некоторые вопросы он был выше чем те которые преподавали но был своенравным он считал то что он знает этот выше чем то что они могут ему преподать в какой-то момент сосу засомневался в том что ему подойдет ряса священника он начал читать запрещенную литературу и впервые познакомился с местными революционерами подпольщиками и как раз это увлекло его всерьез из людей выходцев из духовной среды всегда получали самые страшные революционеры феликс адмонович дзержинский это тоже такой человек который чуть не стал езуитом но вместо этого стал революционером семинария стала его первой школой жизни здесь получился осторожности и изворотливости и все равно удержаться в семинарии сосу джугашвили не удалось официальная версия гласит что его как он говорил вышибли из семинарии за пропаганду марксизма документы говорят что его исключили за неуплату взносов которые должны были платить семинаристам за обучение монтефиоре на основе найденных им писем некой девушки считают что возможно сталин мог завести роман и у него даже мог родиться внебрачный ребенок что естественно грозило большим скандалом если об этом стало известно семинаре так или иначе но в 1899 году в семинарском журнале появилась запись увольняется за неявку к экзаменам однако это лишь страница официальной биографии историк и писатель андрей синильников изучил множество различных источников и выдвинул собственную сенсационную гипотезу и осип серионович никогда не заканчивал бериевскую семинарию он заканчивал андреаннопольский иезуитский колледж сандрополь это ну ленинакан который в армении все документальные подтверждения этого уничтожены на неожиданную версию синельникова натолкнули явные временные нестыковки в биографии сталина и косвенные свидетельства историк не сомневается именно в армении иосиф джугашвили познакомился с одним загадочным человеком изменившим всю его жизнь оккультистом георгием гурджиевым он учился в одной группе с гурджиева великой мистика даже жил в доме гурджи его мама гурджиевская мама пекла им пирожки а георгий гурджиеве известно что с 12 лет он служил у тибетских лам затем обучался в центрах суфийской науки участвовал в экспедициях по восточным странам индии афганистану персии и египту основал институт гармонического развития человека вообще он считал любого человека который еще не пробудился человеком спящим он живет каждый из нас живет как машина в михаю ну как механизм заведенный и есть возможность его пробудить если поставить какие-то экстремальные условия того чтобы это он вышел из состояния машины и вошел бы вот в какое-то сверхчеловеческое сверхразумное состояние георгий гурджиев был выдающимся гипнотизером и утверждал что разработал способ манипулирования людьми это это управление человеческим поведением это естественно это метод на коррекции этого поведения пробуждение способностей подавление на подавление каких-то значит реакции на раздражители преодоление болевого порога это все в общем то входило в джентльменский набор ли в меню гурджиевской школы по воспоминаниям очевидцев беседуя с гурджиевым люди теряли чувство времени а придя в себя полностью ему подчинялись андрей синельников утверждает этому гурджиев научил из сталина управление массовым сознанием она имеет свои ну скажем рычаги это вдалбливание в голову в голову массы какой-то определенные диалоги георгий гурджиев создал учение о так называемом четвертом пути жизни в его центре лидер который больше чем просто человек он управляет людьми машинами не правда ли напоминает знаменитый сталинский тост в котором отец народов сравнил советских людей с винтиками по крайней мере во многих школах сс во мной некоторые методы которые своих своим ученикам проповедовал гурджиев действительно употреблялись исследователь иван ефремов в своем романе час быка выдвинул еще одну версию метод георгия гурджиева в начале 20 века был реализован в управлении двумя государствами в германии и ссср по мнению ефремова и гитлер и сталин были специально подготовлены к роли лидеров по гипотезе ефремова гитлера готовили апологета гурджиева а сталина консультировал оккультист лично использовали стали некоторые методики гурджиевские в своем своей практике вполне возможно потому что очень многие манер поведения сталина его вот это законченный образ гештальт как говорили западные психологи а он во многом напоминает те методы которым гурджиев пробуждал сознание учеников по одной из современных версий по совету гурджиева джугашвили не ограничился изучением методик управления сознанием он поехал в рим где еще несколько месяцев изучал различные мистические ритуалы манипуляции подавление сознания масс ритуала защиты или энергетику мест и объектов из арсенала египетских фараонов после окончания иезуитского колледжа армении он был послан в иезуитский колледж в рим и вот этот недоучившийся сильно есть прекрасно владел прекрасно владел тремя языками не считая там армянских грузинских и тому подобных русских он владел прекрасно английским немецким итальянским опа недоучившийся семинарист в конце 1899 года иосиф снова появляется в тифлисе здесь ему представился шанс опробовать полученные знания на практике результат оказался поистине ошеломляющим итак он больше не сосо в подполье его называют по-другому по одной из версий новый псевдоним будущий правитель страны советов позаимствовал у одного из самых близких людей фактического крестного отца якобы гнаташвили которого кстати была кличка куба прозвище куба который потом носил и сталин все это время джугашвили не терял связь с марксистами в мае 1900 года он организовал первую забастовку практически в одиночку сумел остановить работу сразу нескольких железнодорожных депо акция была жестоко подавлена многих рабочих арестовали но иосифу удалось скрыться и вскоре снова сплотить возле себя людей он организовал подпольный кружок рабочих он выслеживал возможных провокаторов и агентов полиции подвиги революционера по прозвищу куба стали известны за рубежом именно тогда дерзкого горца взял на заметку лидер партии большевиков владимир ульянов ленин его соратникам не хватало денег куба начал получать от подполья особые задания заказы на ограбление хотя революционеры назвали их иначе эксы для революционера участие в эксах это дело чести доблести герой был даже такой лозунг экспроприация во время революции экспроприации экспроприаторов экспроприаторы грабящие буржуазия мы граждан буржуазии и отдают деньги ограблены 27 июня 1907 года европейские газеты вышли с громкими заголовками на первой странице таймс статья бомбардировка в тифлисе парижская тан написала еще лаконичнее катастрофа журналисты описывали кровавое ограбление банка произошедшие накануне в центре тифлиса это экспроприация как считается была сталина срежиссирована в ней участвовал очень много статистов которые исполняли различные роли в частности симон тер петросян который известен как кому играл роль кавалериста который джигетовал перед восхищенной толпой и размахивал шашкой тоже отвлекая на себя часть внимания пятеро погибших больше 20 пострадавших в истории тифлиса этот x стал одним из самых громких ограблений вся полиция царской россии была поднята на ноги но кобе снова удалось скрыться к тому времени он уже был опытным революционером но пока еще не тем безжалостным тираном жестокость которого вошла в легенды он все еще пытался создать семью и даже писал стихи об одном из таких малоизвестных фактов в своих воспоминаниях написал виктор курнаковский представитель газеты искра в грузии однажды к нему в эту газету пришел молодой человек которого звали иосиф джугашлина и принес свое стихотворение там первая строка раскрылся розовый про фиалку раскрылся розовый бутон что очень красиво неужели такое написал будущий диктатор что же могло так ожесточить сусо иосиф джугашвили был противоречивой личностью в этом сходятся все его биографы некоторые поступки с характеризовали его как обидчивого и импульсивного человека иосиф вместе с тремя приятиями отправился на берег куры река которая течет в тбилиси и на этом берегу пасти теленочек все стали восхищаться ой какой теленочек какой хорошенький а иосифа почему-то возмутили эти слова возмутило это восхищение он подошел к этому теленку и переломал ему ноги а потом как ни в чем не бывало вернулся к друзьям сказал вот ваш хороший теленочек но и он был способен любить по-настоящему однажды иосиф познакомился с сестрой своего сокурсника и товарища революционера александра сванидзе у алеши сванидзе а его будущего шурина было три сестры младшая из которых като влюбил в сталин он влюбился в нее судя по всему у них действительно был настоящий роман неподдельные чувства и в ночь на 16 июля 1906 года они обвенчались в тифлисской церкви святого давида а в 1907 году у пара родился сын яков но семейное счастье было недолгим вскоре после рождения ребенка катерина умерла от тифа когда умерла екатерина и когда ее хоронили ведь сталин прыгнул в могилу прыгнул в могилу и его достали друзья я встречался с дочерью геронтия кикот за вот того самого человека кто достал сталин она говорила что в семье потом шутили гель папа зачем ты его достал мы могли его закопать уже в 907 году так вот он геронтию сказал что ты знаешь геронтии вместе с этой женщиной умерли мои последние чувства к людям мне кажется что я стал стальным смерть жены стала сильным ударом для иосифа джугашвили возможно именно тогда коба окончательно превратился в безжалостного бойца революции в период с 1902 по 1913 год сосо 6 раз подвергался арестом столько же раз его ссылали четыре раза ему удавалось бежать коба даже прослыл королем побегов но одна ссылка едва не стала для него последний в сибирске поселок туруханск и васильевич в двенадцатом году значит уехал ссылку и оттуда пишет письма они у меня есть эти письма но вернее их цитирует светлана но просто их смысл такой что сталин пишет ольге евгении своей будущей тёщи что ему не надо деньги присылать это все у него есть а вот какие-нибудь открытки с видами вы мне пришелаете дорогая ольга евгеньевна потому что здесь очень однообразные пейзажи и вот такие вещи они будут скрашивать мне жизнь на самом деле коба страшно нуждался в средствах однопартийцы о нем словно забыли не помогли письма с просьбами выслать хоть сколько-нибудь денег что делать в такой ситуации самый очевидный вариант сблизиться с девушкой семья которой смогла бы содержать ссыльного большевика и коба нашел то что искал девочку 13 лет такую лидию перепрыгину с которой жил собственно все четыре года свои ссылки она родила от него двоих детей один умер а второй остался жив он родился уже в то время когда сталина не было в ссылке он оттуда уехал и этой перепрыгину тогда было 17 лет судьбой и этого ребенка и других внебрачных детей иосиф джугашвили практически не интересовался февральская революция застала иосифа джугашвили в сибирской ссылке коба понял больше медлить нельзя нужно срочно ехать в петроград основные события разворачивались там ведь вышло так что сталин попал под амнистию февральской революции и быстренько сел на поезд и приехал по-моему из красноярска новосяк оттуда из сибири он приехал петроград в петроград тайно приехал и ленин для того чтобы захватить и удержать власть ему нужны были волевые и решительные соратники коба оказался в нужное время в нужном месте он поселился в квартире у давнего знакомого по революционной деятельности его звали сергей аллилуев сергей яковлевич мой дедушка и ольга евгеньевна были революционерами с тысяч восемьсот какого-то девяносто седьмого или девяносто девяносто седьмого года то есть они были старые старейшими большевиками они но дедушка работал а ольга евгеньевна воспитывала таскать детей детей было четверо папа мой девяносто четвертый год анна сергеевна девяносто шестой год рождения фёдор сергеевич девяносто восьмой год и наконец надежда родилась 2000 1901 в эти дни коба сближается с дочерью сергея аллилуева надей между ними вспыхивает роман сталин был уже не молодой значит сталин 79 года рождения значит там 21 год уже и плюс 17 лет уже 38 лет он уже сватался так сказать взрослым человек в июле 1917 года революционеры провоцируют первые выступления пока неудачные жандармы преследуют ленина коба не упускает свой шанс сблизиться с лидером подполья он помогает ильичу даже дает ему несколько уроков по конспирации и изменению внешности они его побрили причем брил сам сталин он не доверил логе евгеньевне бритье владимир ильича и его брил сталин сам в дни октябрьского противостояния большевиков и временного правительства на первый план вышли два лидера ленин и троцкий при определенном стечении обстоятельств именно троцкий мог оказаться у руля власти джугашвили сделал ставку на ленина кобы стал незаменимой фигуры для ильича убедив его в своей преданности по большому счету получается так что он первый предложил готовиться к вооруженному восстанию с целью взятия власти руки советов опережая ленина течение семнадцатого года он продемонстрировал политическую близость к ленину может самый близкий к ленину в политическом отношении члену руководства ленин ценил в однопартийцах в первую очередь качество революционера жестокость верность готовность пойти на человеческие жертвы так получилось что этим требованием лучше всего отвечал коба рядом с ленина мог встать держинский но он только вышел из тюрьмы камень его как и зиновьеву ильич не вполне доверял троцкий сам метил в лидеры сразу после взятия власти в большевистском руководстве опять происходит раскол свердлов высшая советская должность а в ноябре ноябре 17 года вы создается четверка ленин сталин троцкий свердлов четверо решают все вопросы с привлечением членов цикла находящиеся в смольном есть другие члены цикла привлекаются нет четверо решает все в 1918 году совет народных комиссаров назначает иосифа джугашвили руководить продовольственным снабжением на юге страны колбы больше нет теперь есть только сталин джуга по древнегрузинские сталь так что выбор такого псевдонима кажется вполне логичным сорокалетний грузин стремительно поднимается по партийной лестнице уже весной 1919 года сталин занимает важные руководящие посты становится членом первого состава политбюро с этого момента сталин начинал начал набирать обороты потому что ленин начал хворать вот и думать о том кому бы он искать врач перепоручил малоизвестный факт в начале 1921 года сталин тоже оказался в больнице аппендицит сохранились очень интересные записки ленина по этому поводу ленин заботится чтобы сталин летом 21 года уехал отдыхать и лечиться на кавказ в это время катастрофически концу лет обостряются отношения просто мы сталин возвращается из опции или им сразу начинает его продвигать сталин секретарем церкви сталин член бюро сталин член оргбюро сталин секретариат возглавляет секретариат через полгода ставится генеральным секретарем сталин по-своему позаботился о больном ильича когда здоровье ленина сильно ухудшилось новоиспеченный генсек практически отрезал его от любой информации даже надежде крупской запрещал видеться с больным мужем пусть товарищ крупская ведет себя скромнее а то мы ленину найдем другую вдову ленин уже ничего не мог сделать с бывшим семинаристом и васильев просто переиграл ленина и всех так сказать в будущих своих оппозиционеров потому что использовал ошибки той организации власти которые предложили ленин сталин сумел заранее просчитать действия своих противников и грамотно расставил на важные посты преданных ему людей его знаменитые кадры решают все наилучшим образом описывает ситуацию того времени и когда он твердо встал у руля нового государства то сумел использовать не только политические методы он сделал полезный для себя даже дату рождения 21 декабря 1879 года день рождения сталин по восточному календарю год кролика павел глоба нашел свидетельство того что иосиф сталин родился в год тигра идеально подходящий ему знак по мнению астролога вот эти тигриные глаза отмечает даже его враги троцкин примерно желтые тигриные глаза вы знаете поэтому конечно более ему соответствовал образ рожденного в год тигра победителя сидящего долго в засаде управляющего тайного правителя дергающего нити раздеправление в тайне где-то тигр одиночка так почему же сталин решил скрыть информацию о себе еще в семинарии сталин научился конспирации многодневное пребывание в карцере суровые наказания постоянные обыски спален семинаристов учили иосифа быть хитрее изворотливее не доверять окружающим и искуснее прятаться маскировать действительность удобной легенды во революционных кругах конспирация была одним из самых важных навыков который в котором революционеры состязались с охранкой сталин считался мастером конспирации будучи революционером сталин менял имена паспорта прозвища квартиры и окружение то же самое произошло и с датой рождения именно для этого он и поменял а чтобы никто не догадался понимаете для этого никто не знал потому что меньше знаешь крепче спишь меньше другие знают крепче спишь ты он для этого и скрывался кстати этим он ничем не отличается и отличался от любого другого восточного правителя которые с давних пор зная астрологию скрывали свои даты рождения так например мамар каддафи и саддам хусейн до сих пор так и умерли с неизвестными датами рождения не исключено что сталин подкорректировал дату рождения и под влиянием учения георгия гурджиева гурджиева была такая теория что ни в коем случае нельзя свою дату рождения называть нужно чтобы было несколько что нельзя было составить гороскоп по гурджиевской как бы философии да ты вот как бы теории называйте надо чтобы ты был как бы зашифрован ты был как как бы не был никто точно не мог навести на тебя никакое зло по версии глоба астрологи рассчитали более подходящий гороскоп для сталина и предложили ему новую дату рождения 21 декабря 1879 года 21 декабря был тоже не случайно был день зимнего солнцестояния когда самые длин самая долгая ночь сменяется уже нарастанием на следующий день светло время и это символизирует нижнюю точку как бы вот кульминацию темных сил и рождение героя 21 декабря как раз во многих традициях рождались герои которые побеждали тьму мистика и оккультизм только небольшая часть рычагов которыми негласно пользовался отец народов у руля государства возник момент когда он пришел поводу что церковь можно использовать политических целях и он постарался использовать конечно известно что сталин 4 сентября 1943 года принял митрополитов сергия алексия и николая это стало началом нового для советского государства процесса возрождение института патриаршества который был разрушен за 300 лет до этого еще при петре первом для избрания патриарха требовалось созвать архиерейский собор один из митрополитов сказал что это возможно не ранее чем через месяц но сталин поставил другие сроки сталин готов давайте мы коммунистическими темпами рубанем это за неделю чего тянуть сказал соберем и все они действительно собрали вот избрали таскать патриарха им стал серьги большинство исследователи все-таки сходятся в том что у сталина было совершенно определенное отношение к религии и вере такое же как и к мистике с оккультизмом для диктатора они стали эффективными и надежными инструментами они помогали иосифу джугашвили сначала захватить а потом и удержать власть но вот что интересно кеке мать сосо до конца своих дней жалела только об одном что ее сын так и не стал священником и и и